Без Бога не до порога, гласит народная мудрость. Человек может долго и упорно трудиться, и результат не гарантирован. А с Божиим благословением возможно все, что заставляет людей удивляться. В минувший воскресный день епископ Клинцовский Трубчевский Владимир за божественные литургии в храме в честь иконы Божией Матери Всецарица в поселке Клетня призвал прихожан к общению с Богом, которое принесет добрые плоды, необходимые для жизни вечной. Никакой труд без Божьей помощи не бывает успешным. На эту тему и в евангельском чтении воскресного дня в пример была приведена притча о ловле рыбы апостолами. Внимание молящихся было вращено на момент, когда Господа Христа не было рядом, и рыбаки трудились сами, и оказалось, что без помощи Божий труд их был напрасным. А когда Иисус вошел в их лодку и благословил вновь закинуть сети, то они поймали множество рыб. Столько рыб, что они сначала не могли вытащить их на борт. А когда вытащили, то лодки чуть не перевернулись. Симон Петр пришел в ужас. Он такого никогда в жизни не видел, и остальные с ним. Но Господь его приободрил и сказал, вот видишь ты это чудо, отныне ты будешь ловцом человеков. То есть Господь призвал его, Иакова, Иоанна, Завидеевых, на апостольское служение. И он сказал, отныне вы, рыбаки, будете ловить души человеческие ко спасению. И вот, братья и сестры, как хорошо быть в божественных сетях. Без меня не можете делать ничего. Эти слова Господа актуальны и по сей день. Как ветка, которая оторвана от дерева, лишена основного источника жизни, не может не только приносить плода, но и сама засыхает и теряет в себе жизнь. Так и люди. Если человек не имеет живого общения с Богом, он не может приносить плодов, необходимых для жизни вечной. Об этом сказал в своей проповеди архипастырь по окончании богослужения.